Задавались ли вы вопросом о самоидентификации? Для этого есть отличный метод – вставить всё под сомнение, начиная с себя и заканчивая окружающим миром. Подобные идеи преследовал фильм «Матрица» Сестёр Вачовски или, к примеру, Шоу Трумана. Да, немного в другом ключе, но идея та же. Что если весь наш мир всего лишь компьютерная симуляция? Что если мы не являемся теми, кого мы видим в зеркале или кем себя ощущаем? Может ли существовать сознание без телесной оболочки? Возможно ли перенести сознание из одного тела в другое? Или это просто копирование? Я не думал, что ответы на эти вопросы я начну искать на дне океана. Да и нашёл ли я их? Не могу сказать точно, но вот в чём я уверен. Сома – это одно из самых атмосферных приключений, которые у меня когда-либо было. После этого шедевра, как меня предупреждали, я сидел ещё минут 10 опустошённый. Когда эмоции подутихли, я полез в интернет в поисках информации по Сома. Мне нужны взгляды других людей на то, что произошло на Патос 2. Я хочу глубокий анализ этого произведения. Давайте посмотрим, к чему я смог прийти в итоге. Берите чего-то вкусного и всё это запить. Вас ждёт полное погружение на морское дно. С вами Неми. И мы начинаем. И да, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Это очень помогает. Я считаю философия делать простые вещи более сложными. И если поразмышлять на тему, что значит быть живым, то это отлично подойдёт для видео. Но также отлично подойдёт и для полноценной компьютерной игры. Сома – это детище студии Frictional Games, известных своими Penumbra и серией Amnesia. Действие игры разворачивается на отдалённой подводной исследовательской базе Патос 2, которая на самом деле читается пафос. Но, как сказали нас в топ-гейм, это слово в русскоязычной среде имеет слишком выраженный эмоциональный окрас. Поэтому лучше Патос 2, где машины начинают обретать человеческие черты. Саймон Джаред, протагонист игры, обнаруживает, что таинственным образом оказался на данной станции и начинает невольно раскрывать собственное прошлое, одновременно пытаясь осознать ситуацию, в которой он оказался, а также своё потенциальное будущее. Но давайте попробуем оказаться на месте Саймона и пройдём его путь с самого начала Сома. Мы начинаем наше путешествие из сна Саймона, в котором он в машине с девушкой Эшли. И да, я буду вставлять фрагменты из игры для того, чтобы вы смогли больше погрузиться в атмосферу этого шедевра. Она зелёная. Эшли, мне нужно кое-что тебе сказать. Саймон, пожалуйста, не переживай. Нет, нет, я совсем про другое. Почему сейчас? Кто такой, Дэвид Моншик? Почему мне никогда не хватает времени? На что? Боже. Да, я встал. Здравствуйте. Саймон Джаред? Да, это я. Меня зовут Дэвид Моншик. Мы договаривались... Сканирование? Да, помню. Всё хорошо? Да, да, сон плохой приснился. Сегодняшняя встреча, а в силе? Да, я поэтому и звоню. Хотел вам напомнить, чтобы вы выпили маркер. Так снимки получатся гораздо лучше. Не волнуйтесь, он где-то рядом. Отлично. Тогда до встречи через пару часов. Хорошо. До встречи. Проснувшись, главный герой понимает, что у него снова кровотечение. Этот повторяющийся сон перерастает в телефонный звонок наяву от доктора Мунши. Доктор хочет, чтобы Саймон пришел на сканирование и напоминает ему выпить специальную таблетку. Закончив разговор, мы можем исследовать жилье Саймона и узнать много деталей. Газетная вырезка расскажет нам про аварию в апреле 2015-го, в который попали Саймон и его девушка Эшли. Отвлеченный водитель поехал на красный и врезался в их машину. К сожалению, Эшли погибла. А Саймон получил травму мозга, из-за которой у него по сей день головные боли и кровотечение. Последней надеждой на выздоровление является доктор Мунши и его сканирование. Первое, что мы можем заметить, это насколько подробно создано жилье Саймона. Детали это главная фишка этой игры. Здесь нет прокачки или оружия. Сома это не экшен, это игра про сюжет или даже можно сказать виртуальное кино, в котором мы принимаем участие. Давайте поймем, кто такой Саймон. Исследуя его жилье, мы можем сделать вывод, что этот парень увлекается фотографией и возможно любит ходить на музыкальные фестивали. Но, несмотря на это, можно узреть психологические следы от пережитой аварии и утраты любимого человека. В его квартире много мусора, бардак и все еще лежит та самая газетная вырезка, которую он перечитывает в надежде отпустить эту ситуацию, но пока что ничего не получается. В его холодильнике куча фастфуда и заветные таблетки, которые попросил принять доктор, не так легко и найти. Вот что, кстати, довольно интересно. Сома не получится проспидранить, потому что те самые таблетки каждый раз находятся в новом месте. Это было специально задумано, чтобы игрок случайно не пропустил стадию погружения в быт главного героя и хотя бы немного, но побродил по его жилью. С самого начала нам дают потрогать и повертеть практически любой предмет, чтобы игрок пощупал интерактивность в этой игре и смог больше себя ассоциировать с главным героем. Ведь все эти мелкие детали собираются в одну общую картину, которая и порождает связь между человеком по ту сторону экрана и парнем, пережившим аварию. Итак, Саймон принимает таблетки и отправляется в офис к доктору Мунши, где нас встречает первый незамысловатый квест с поиском пароля к двери. Саймон встречает доктора и мы узнаем истинную причину сканирования. Я просканирую ваш мозг. Потом мы создадим его компьютерную модель и будем атаковать ее различными раздражителями. Программа поможет нам разрабатывать все новые алгоритмы лечения до тех пор, пока мы не достигнем оптимального. В общем, мы создадим идеальную терапию для вашего случая. То есть это не просто исследование, это правда мне поможет? Я надеюсь. Иначе мы потратим кучу времени впустую. Доктор неоднозначно дает понять, что не уверен на 100%, поможет ли это Саймону, но у протагониста, к сожалению, больше нет других вариантов. И он садится в кресло для сканирования мозга и выдает ключевую фразу, которая предскажет дальнейший сюжет. Это больно? Это просто сканирование. Все равно, что сфотографироваться. Индейцы считали, что фотокамеры крадут души. Да? Будем надеяться, что они ошибались. И происходит бесповоротный момент. Сканирование. Что случилось? Ай! Мистер Муншек? Что-то пошло не так? Как я сюда попал? Ладно. Я во всем смогу разобраться, надо сохранять спокойствие. Ни к чему все усложнять. После сканирования Саймон оказывается в незнакомой среде, больше похожей на какую-то исследовательскую базу. Но почти разбитое стекло и мрачный антураж указывают на то, что здесь явно произошло что-то нехорошее. Протагонист начинает распутывать этот клубок событий. У игрока на этом моменте возникают две мысли. Либо машина сканирования телепортировала нас куда-то, либо мы попали в одну из симуляций доктора Мунши, которую он подготовил для атаки на мозг в виде раздражителя в поисках оптимального метода лечения. Но ни одно, ни другое предположение не окажется верным, а все куда более интересно. Саймон оказывается на Pathos 2, и сейчас уже 2104 год, то есть Саймону должно быть 90 лет, что толкает к мысли, что Саймон переместился во времени и пространстве, но опять же таки нет. Окажется, что Саймон может слышать голоса, прикасаясь к технологиям, будто читать мысли роботов. А еще Pathos 2 глубоко под водой. Продвигаясь по комплексу, Саймон встречает роботов, которые выдают себя за живых людей. Вы меня слышите? Нет, мне надо. Мне это нужно. Почему? Все хорошо было. Я была счастлива. И вот совершенно справедливый вопрос. Что это, мать бы его, было? Объясню, что мы сейчас видели. Саймон отключил робота от, так скажем, питания, и робот при этом симулировал боль, будто ему было реально больно переносить это отключение. История Сома намного страшнее, чем сам геймплей, и каждый раз, когда Саймон говорит свои мысли, складывается впечатление, будто он говорит с игроком по ту сторону экрана. Но Саймон не единственный главный герой во всей этой истории, и вот спустя немного времени с нами на связь выходит девушка по имени Кэтрин. И это первый живой человек, с которым Саймон может адекватно поговорить, что дает ему некую надежду. Кэтрин рассказывает Саймону о том, что Патос 2 разделен на станции, и сейчас мы находимся на станции Эпсилон. Кэтрин говорит, что нам нужно добраться до станции Лямбда, чтобы с ней встретиться. После разговора с девушкой, стены переговорные начинают рушиться, и на протагониста наваливается толща воды. В этот момент Саймон узнает, что все это время он был в водолазном костюме, хотя его мозг этого не видел. Наш мозг вообще удивительная штука, мы можем себя настолько сильно обмануть, что не заметим очевидных вещей. На этом моменте у ЭГК возникает вопрос, почему Саймон сразу не понял, что он в водолазном костюме. Но ответ мы найдем немножко позже. Саймон добирается до места встречи, но поговорить лично с Кэтрин не выйдет, так как Кэтрин тоже оказывается роботом. Ее механическое тело, к сожалению, уничтожено, и Саймон переносит Кэтрин в виде чипа на панель компьютера, где девушке ей расскажет, что здесь происходит. Итак, это действительно будущее после падения кометы под названием Талос, которая поразила Землю в 2103 году. Сейчас 2104, и от человечества ничего не осталось, а Патус 2 это последний оплот ученых, которые всеми силами пытались спасти человечество. Но как уже понятно, что-то пошло не так. Но надежда все еще есть, и она в виде проекта, над которым работала Кэтрин. Проект называется Ковчег, и он представляет собой устройство, в которое можно перенести отсканированное сознание человека. Так скажем, виртуальный мир, в котором можно жить при условии, что ваш мозг отсканирует и поместят на устройство Ковчега. Как говорит Кэтрин, она уже отсканировала весь персонал Патус 2, и остался последний шаг. Отправить Ковчег в космос, где он сможет вечно блуждать, питаясь на солнечных батареях. Ведь оставлять этот виртуальный рай на разрушаемой станции слишком опасно. Перед Саймоном оказывается главная цель – найти Ковчег, отсканировать себя и поместить свое сознание вместе с сознанием Кэтрин в устройство и отправить его в космос. Тем самым спасти все человечество, ну хотя бы в таком виде. Картинка начинает складываться. Саймон отсканировал свой мозг еще много лет назад в Торонто на приеме у доктора Мунши. Соответственно, его отсканированное сознание перенесли в это настоящее и поместили в водолазный костюм. Так что можно сказать, Саймон тоже робот. У нас появляется отличный дуэт отсканированных сознаний. У одного есть механические тела, но нет знаний, а у второго нет тела, но все необходимые знания. Итак, Саймон и Кэтрин начинают миссию по запуску Ковчега в космос. Но для этого нужно каким-то образом попасть на станцию Тау, которая находится на глубине 4 километров. И тут нужен костюмчик помощнее, более глубоководный. Также еще есть вариант с батискафом, который находится на станции Тета. Этот вариант нашей парочке кажется более простым, и они начинают его реализацию. Но все это будет не так легко, ведь нашим героям будет вставлять палки в колеса главный антагонист Сома. Это Нил. Его следы мы могли встретить ранее. Это различные бионаристы, злые роботы и прочая срань. Ах да, еще биохилки в виде отверстий, прикоснувшись к которым мы восстанавливаем ХП. Если расшифровать Нил, особый искусственный интеллект, предназначенный для технического обслуживания. Самый противоречивый персонаж в игре. Нил был размещен на станции Альфа, вплоть до катастрофы, произошедшей 12 января 2103 года, никак себя не проявлял. Но затем резко активировался и попытался спасти человечество от вымирания, следуя протоколу сохранить жизнь любой ценой и в любой форме. По сути, Нил просто хочет защитить жизнь и использует для этого не самые гуманные методы. Он погружает сознание людей в мир грез, наподобие матрицы. Человек погружен в виртуальный рай, в то время как его тело уже мало напоминает человека. Саймон встречал на своем пути агрессивно настроенных роботов, которые обмазаны черной жидкостью. Эта черная жидкость рассредоточена по всему комплексу и называется она структурный гель. Проведя логическую цепочку, ГГ понимает, что эта черная гадость помогает машинам функционировать, но при этом она делает их агрессивными. Если обратиться к Вики, то структурный гель является собой черное жидкое вещество. Он был введен в эксплуатацию на рубеже 22 века. Впоследствии стал использоваться Нил по всему ПАТОС-2 для выполнения различных работ по техническому обслуживанию и ремонту. Структурный гель, высокопротенизированное вещество с поперечными связями, является проводником, содержит мазут. Гель кодируем и может быть изменен для выполнения специфических задач. В замкнутой системе, если не пропускать никакой энергии извне, работает лишь ограниченное количество времени. Если он не откалиброван в соответствии с инструкциями Нил, это вещество очень полезно в технике, способно подключать различные формы машин и даже значительно увеличивать функциональность механизмов. Гель может перезагрузить любой автономный компьютер и устранить любые структурные или электрические повреждения. Он может даже вернуть биологическую жизнь к реанимированному состоянию лунатизма, используя электрические импульсы как для управления псевдоорганизмом, так и для предотвращения затвердения геля. Таким образом, даже человеческие тела могут быть возрождены. Весь структурный гель на Pathos 2 связан с Нил. Это, в свою очередь, дало ему полный контроль над любой машиной, техникой и системой. По мере того, как усиливалось Нил, гель начал переполнять станции, закрывая стены, полы и почти все машины. Также возможно, чтобы Нил создавал структуры через трубы в стене. В Soma структурный гель можно увидеть вытекающим из сломанных панелей и из многочисленных биомеханических ростков, спроектированных Нил, часто полностью покрывающих комнаты. Хотя структурный гель и имеет черный цвет, в нем часто можно заметить переливающиеся синие огоньки, исходящие от небольших узлов в нем же. Это можно сравнить с тем, как некоторые биологические организмы могут проявлять биолюминесценцию. Итак, все роботы, которых мы встречаем в игре, это копии сознаний, то есть сканы, которые через структурный гель настолько срослись со своими механическими телами, что не видят разницы, тем более их разум зачастую находится в мире грез, который создает для них Нил. Эта симуляция создана Нил для того, чтобы опять же таки сохранить жизнь, чтобы люди пребывали в симуляции, пока Нил не проделает все ремонтные работы и не восстановит нужные условия для жизни. В этой симуляции воплощаются все мечты подключенного сознания, тем временем, как его тело искусственно поддерживается Нил. Теперь одной из главных целей Нил – подключить все живые организмы в свою симуляцию, которая, кстати, имеет название – Vivarium. И создана она на основе работ Кэтрин по созданию Ковчега. Вернемся к сюжету. Батискаф называется Дамбет, но когда Саймон его таки находит, оказывается, что Дамбет также подчинен Нил. И считает себя живым человеком. Запаниковав, Батискаф ныряет под воду и убегает, что заставляет Саймона и Кэтрин обратиться к плану B, а именно найти глубоководный костюм. Но тут не все так просто. Вспомним, кто мы. Мы – сознание внутри костюма. Значит, нужно как-то перенести сознание из этого костюма в более глубоководный. И тут мы узнаем интересные детали о строении теперешнего Саймона. Мы залезаем в рентгенаппарат и получаем информацию о том, что внутри костюма, в котором сейчас сознание Саймона, находится мертвая девушка по имени Имаджен Рид. В кору головного мозга этой девушки встроен энцефалочип, который позволяет перенести в него любой образ. Также в тело впаян аккумулятор, и все это соединено, как вы уже догадались, тем самым структурным гелем. Для чего же Нила создала подобное чудо биоинженерии? Ответ на этот вопрос нам поможет найти сериал, который снимали как приквел к основным событиям Сома. Сериал называется Transmissions, и в нем рассказывается о той самой девушке Имаджен Рид. Она, будучи одним из исследователей на Pathos 2, увидела, что начала творить Нил, используя структурный гель, и решила остановить искусственный интеллект, отключив его от питания. Имаджен добралась до станции Эпсилон, и отключила генераторы, что по идее должно было остановить работу всего комплекса. Сама же Имаджен умерла, задохнувшись от нехватки воздуха, ведь полное отключение подразумевает под собой прекращение подачи воздуха. Но, к сожалению, у Имаджен ничего не вышло, так как Нилу удалось подключиться к резервным аккумуляторам и продолжить свою ужасную спасательную миссию. Но эти аккумуляторы не рассчитаны на долгое использование, и Нилу придумал хитрый план. Создать из тела Имаджен сосуд для рандомно выбранного образа и вселить его в этот чертовый водолазный костюм. По иронии судьбы, рандомным образом как раз-таки оказался наш Саймон, который отсканировал свое сознание еще много лет назад, на приеме у доктора Мунши. Ничего не подозревающий Саймон первым делом сделал что? Правильно, восстановил подачу питания для всего комплекса, чтобы выйти на связь с Кэтрин. Тем самым он вернул к жизни полную работоспособность Нилу. И вот Саймон и Кэтрин находят более глубоководный костюм. Момент переноса сознания, который на самом деле нифига не перенос. Герой на своей шкуре испытывает, что это копия, а не перенос. Создатели делают интересный ход в повествовании. В момент копирования сознания в новый костюм, нас как игрока переносят в этот новый костюм. А наш старый костюм остается функционировать все с тем же сознанием, которое только что скопировали. Это было всего лишь очередное копирование, но мы смотрим на эту ситуацию со стороны игрока, поэтому мы не можем осознать всю глубину. Нужно диагностику запустить. Кэтрин. Что это было? Нет, я просто... Почему он еще говорил? Он такой же, как и прежде. Кэтрин, почему он еще говорил? Это нормально, вы же знаете. Вы о чем? Вы же знаете, что это не магия. Вас скопировали. Спящий в кристалле Саймон был скопированный, и теперь вы тут. Также Саймон продолжал жить в Торуте. Черт вас возьми, Кэт, два Саймона, не может быть двух Саймонов. Ну а чего вы ожидали? Что, вы возьмете мой разум и пересадите его в другое тело, как пересадка мозга? Жаль, но это так не работает. Вы хоть понимаете, какой это бред? Прошу вас, я не хотела огорчить. Нам дают выбор, оставить старого Саймона в живых или отключить его навсегда, чтобы не плодить бесчисленные копии сознания. Кэтрин же, в свою очередь, понимает всю ситуацию, но изначально не разжевывала Саймону все детали, дабы уберечь его сознание от шока. Ведь это могло сказаться на их миссии по запуску Ковчега в космос. С этого можно сделать вывод, что как Ниу, так само Кэтрин использовали Саймона в своих целях. Почему так важно не рассказывать Саймону все сразу? В игре есть очень интересный момент, в котором Саймон и Кэтрин пытаются узнать у одного сотрудника нужный пароль. Но этот сотрудник такой же нейроскан, как и Саймон. Сознание этого человека загружает в компьютерную симуляцию и разными способами пытается выведать нужную информацию. Но каждый раз в совокупности тех или иных факторов сознание сотрудника не выдерживает шока и получить пароль не удается. Это наглядный пример того, как сложно неподготовленному сознанию получать резкие, как снег на голову, плохие вести. И как сложно сознанию резко перестроиться. Это же объясняет, почему Саймон сразу не увидел, что он находится в водолазном костюме. Переход был слишком резким и его сознание все еще вцепилось в знакомые образы его тела. Вот почему Кэтрин так себя ведет с Саймоном. Ее скан все понимает, всю ситуацию. Она здесь очень давно и для того, чтобы у Саймона не случился срыв, она постоянно дозирует свою информацию. Тем самым не договаривая те или иные детали. Мы приближаемся к финалу Сома. Саймон спускается на самое дно океана к последней станции Патос 2. Находит последнего живого человека и помогает ей уйти в мир иной, избавив от страданий. Также по пути у Саймона есть возможность либо оставить в живых, либо уничтожить самое ядро Ниу. Саймон запускает ковчег в космос и мы у финального поворота событий, который, глядя со стороны, был и так предсказуем. Но мы продолжали надеяться и верить в счастливый финал, так же само, как и Саймон. Переводчик. Отсталось. Плач на арену, назад пути нет. Поехали. Да, не согласен. Вы совершенно невероятны. Знаете, что я вам очень интересно делаю? Осталось 20 секунд. Чего так долго грузит? я думал в будущем грузиться будет быстрее 10 секунд 9 8 7 6 5 4 3 2 3 6 6 6 7 7 9 9 10 8 9 9 9 10 10 9 10 Вы несете, мы такой путь проделали, мы запустили ковчег! Понимаю, мало радости, но зато наши копии там. Кэтрин и Саймон сейчас на ковчеге. Порадуйтесь за них. Вы смятили? Мы тут подохнем, а эти сволочи будут жить себе в космосе! Это не мы! Они не мы! Мне жаль, что вы так думаете, Саймон. А я горжусь тем, что мы сделали. Мы сохранили частичку истории человечества протяженностью тысячи лет. Далее жить дальше. Нет, нет, нет. В жопу твою ж нахрен, сука! Да пошла ты, Кэтрин, ты врала! А я тебе верил, я слушал тебя! Ты сказала, мы попадем на ковчег! Мы и есть на ковчеге, идиот! Я не врала! Я не могу отвечать за вашу тупость! Вы только отбрёвли! Сука! Кэтрин? Прошу, не бросайте меня. Кэтрин? 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 Мы остались в полной темноте, разочарованные, одинокие и брошенные, с полным непониманием, что делать дальше. На чёртовом дне океана. И никакой надежды на спасение. В то время как наша копия успешно попала на ковчег и уже летит к звёздам. Кэтрин? Кэрин? 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...